Пенумбру Пенумбру Но, блин Какой-то замок Голыми руками мне это не открыть Так, погодите Ага Да-да-да, точняк Вот так-то Хорошо Черт, мы выключили свет Блин, блинский На кой хер мы выключили свет Так, давайте-ка мы подопрем дверь Что-то у меня такая привычка появилась После первой Пенумбры Всегда подпирать дверь Эээ, не знаю Мне почему-то так спокойней быть Я думаю А, ладно, тут у нас опрокинут стол И... Что? то шприц тихо где твою мать на кой хер ох блять тихо 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 твою мать блин куда мне бежать если че спрятаться то негде ни хера не помогла мне это как там какая кнопка бегает шифтом по-моему блин а че делать то он не собирается уходить никуда кто это вообще такой это уже не какие то там это уже не какие то там собачки это что то похуже да так он прошу туда пошли нахер пошли нахер пошли нахер пошли нахер так он ну что он ушел ух ну че то я пересрался блять это че за херь такая вообще так ну вроде как ушел да что у нас есть тут погоди это же та комната самая где я появился в самом начале игры да то точняк фу ну ладно так я не думаю что хорошая идея нам идти туда видимо в этом шприце ну нахер я мамал в этом шприце видимо что то нужное для той двери ух так вот так то подобрем хотя как мы могли убедиться ни хрена не помогает так давайте шприц грязный шприц вряд ли его можно использовать может его спирт спиртом да и теперь возможно нам его надо использовать блин а че делать то пылка медицинского ага охренеть на кой хрен я столько крови у себя высосал а возможно у этого человека блин опасно возможно у тебя надо взять кровь так главный химик то я думаю обладает доступом куда надо так с той стороны в прошлый раз как мы помним был сильный удар значит там скорее всего нас тоже кто то ждет меня это радует это круто но игра гораздо сложная не сложнее а страшнее первой части по наблюдениям и в принципе гораздо более красивая как вы видите это что у нас подводная пещера какая-то что ли ладно так что такое презентация мануик так знакомство со станцией хорошо щиток кажется сломан понятно туда какой-то аккумулятор видимо надо ну ладно блин куда то есть что спрятаться если только в этот угол вот так свет какой-то неестественный от каких-то кристаллов похоже исходит он там так пойдемте сюда посмотрим ой так о о пиздень это что за звуки были твою мать что это что тут происходит вообще это оттуда что ли кто-то ворчал больше потому что не откуда тут так сесть поудобнее расслабиться что это у нас такое безболивающее чего эти бочки не сдвигают судьбы а ладно это что смотри какой-то мусор судя по запаху он облит бензин что это мне дает пока что ничего о листок вы опоздали простите сегодня мы упаковались и ушли прошло полгода с тех пор как мы забаррикадировали здесь и год с тех пор как мы выпустили вирус туурнгайд теперь ясно что никто не придет спасать нас мы проголосовали и решили отправиться в старые шахты над которым построен весь этот комплекс незадолго до того как начались все эти неприятности туда ушел один из ученых с тех пор от него не было никаких вестей но кто знает голосование окончилось со счетом 8-3 в пользу шахт я советую всем кто придет сюда поступить так же там может быть всего несколько уцелевших даже сейчас а здесь все больше и больше наших исчезает умирает или заражается уйти можно через канализацию потом углубиться в шахты а потом всем нам придется искать путь наверх через лед мы можем умереть и от холода но это всяко лучше того что случилось с Греем единственный человек который еще может быть там это Говард он был у нас кем то вроде лидера и ушел с базы несколько дней недель назад поэтому нас тянет поступить так же он превратил кухню в кабинет и переводил какие то старые тексты а потом заявлял что нашел способ лечение болезни похож уже его способ не сработал perception Джование Карлитто шеф о карлитто я надеюсь с моей такими путь кармита что то мне резко это напомнило так ну ладно судя по всему эти страшные твари которые м мы только что встретили это зараженные Тут написано, что дверь управляется дистанционно, в чрезвычайных ситуациях она открывается автоматически. Понятно. Чрезвычайная ситуация, это, конечно, хорошо. Что, система пожаротушения. Но сзади у нас ничего нет уже, насколько я понял. Но тут у нас есть закрытая дверь. Тут бочка с каким-то хламом облитым бензином. Тут... Погоди-ка, ну-ка, ну-ка. Могу тебя двигать? Да, могу. Возможно, возможно. Так. И искрами ее запалить. Запалить. Эй. Да-да-да, смотри. Что-то получается. Так, ну и... Так, прячемся. Система пожаротушения не сработала, и дверь открылась. Так, мы попадаем в очередную какую-то жуткую комнату. Там мигает свет, туда я уже и не хочу, честно говоря. Пойдем сначала налево. Блин, зачем такие страшные звуки? Ты что? Хлопья кукурузные. Заклинило. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Ладно, будем. Спишем на то, что мне показалось. Твою мать. Ой, какое жуткое место. Тут у нас что за мусор? Оттуда противно воняет. Тут у нас что? Пустое ведро. Так, отсюда шли звуки. Ладно, нам явно сюда. Вот там я вижу проектор. У нас есть презентация. Но сначала давайте пошаримся тут. Потому что есть ощущение, что как только мы все сделаем, опять придут эти страшные твари, и мне резко станет не до того. Так, что у нас там такое наверху? Какая-то статуэтка. Странный артефакт, понятно. Тут у нас... Тут у нас кроме хлопьев ничего. Что за странная статуэтка? Ничего. Так, в духовке может что-нибудь? Нет, нет. А, да. Кетчуп. Ну, кроме кетчупа тут, похоже, ничего нет. Так, все вроде... Ой, подожди, на речке. Теперь мы точно все обыскали в этой комнате, и можно проходить сюда. Так, прикроем дверком. Что у нас тут есть? Тут ничего. Тут есть у нас компьютер какой-то. Как раз таки годов 80-х, 90-х. Фонарик, отлично. Так, ну-ка сдвинься. Все, больше тут ничего нет, видимо. Так, ну и что? Переписал текст с экрана в блокнот. В 910 году открыта северо-западная свинцовая шахта. 17 августа 930-го исследование университета Копенгагена предполагает, что высокий уровень местных самоубийств вызван химическими залежами в шахте. В сентябре 1939-го начинается Вторая мировая. 1 декабря часть свинцовой шахты превращена в бункер для британского командования. 14 августа 1945-го заканчивается Вторая мировая. 15 августа командующий офицер пишет рапорт о древнем августе артефакте, найденном в результате ежедневных работ. В 1952 году северо-западная шахта закрыта. В 1954-м на старом месте открыты новые раскопки свинца и железа. В 1969-м доктор Джей Петерс отправлен в железную шахту для осмотра местной уродливой фауны. Видимо, она мутировала как-то, что ли. В 1970-м году доктор Петерс обнаружил ненормально большие особенности особи серок каменного червя. Да, мы заметили. Были там такие в предыдущей части. 21 августа 1972-го года раскопки закрыты из-за несчастного случая, повлекшего за собой многочисленные смерти. Многие тела так и не найдены. Какая-то трагедия произошла, значит. В 1973-м древние узнают о событиях в Гренландии. Кто такие древние? 1 апреля, никому не верю, 1973-го, начинаются постройки исследовательского комплекса Мануик на месте заброшенной шахты. В 1975-м постройка Мануика завершена. Среди главных участников проекта наблюдатель Брэнст Эфферсон, химик Трой Реттанеск и переводчик Говард Лафреск. Прямо Говард Лавкрафт. Деятельность Мануика переносится во вторичные места раскопок, включая объект Б в водную пещеру. В 1991-м году Никос Нил Освальд сменил Трой Реттанеск в качестве главного химика на объект. Нил Освальда мы уже встречали, он довольно-таки мертвый там уже живет. В 1992-м году на объекте Б найдено вещество 63 и артефакт 66-Б. Объект Б закрыт из-за враждебной места фауны. На первичных раскопах находят гробницу какую-то Тургнайт. Раскопки продолжаются, несмотря на протест одного из ученых. В 2000-м году уже главный наблюдатель Уилл Бурфриск назначил исследование гробницы Тургнайт. После этого записи прекратились. Видимо, ничего хорошего всего этого не вышло. Так, давайте запишемся. Так, ладно. Это что мы... Ух ты! Windows 95. Что у нас? Диск в приводе не найден. Хорошо. У меня есть диск вообще на исследование. Исследование Говарда. Я открыл нечто невероятное. Сколько раз я уже предупреждал наблюдателя Фриска о том, что мне нужно время, чтобы сделать полный текстовый анализ, иначе я не смогу закончить перевод. Однако он все равно продолжал раскопки. Вот теперь он за это и поплатился. Наш комплекс так хорошо укрыт, что никто не сможет догадаться о его существовании. Даже центральная каста древних не имеет данных о его местонахождении комплекса. Что за древний? И, кстати, извините за оговорки. Я сегодня опять как собака уставший, поэтому язык заплетается. Единственный след этой записи, сделанной мной много лет назад. Однако с тех пор, как год назад был выпущен вирус, не было ни одной попытки нас спасти. Никто не пытался сюда проникнуть. Незадолго до того, как выпустить вирус, я отправил одному доверенному лицу письмо. Сейчас я могу лишь надеяться, что мой сын Филипп получил его. Понятно, это же наш отец. Ну, отец главный герой. И сделал все, как я и просил. Не важно, что здесь случится, но, по крайней мере, я могу спокойно умереть. Знаю, что никто в мире не найдет это место. И что здешние тайны будут здесь же и похоронены. За все эти годы я научился не придавать слишком большого значения научным открытиям, но информацию, которую я владею, жизненно важна не только для нашего выжимания, выживания, выживания, но и для будущего всего человечества. Первое, что я сделаю утром, соберу добровольцев и отправлюсь с ними в зараженную зону, на Манувика. Никто не согласится, но я все равно попробую. Сначала пойду в библиотеку следовательской станции, потом не знаю. После этого у меня останется лишь довериться моему открытию. Если я был неправ, то мне не удастся уйти дальше жилой части. Только подумать, ради всего этого я бросил свою семью, не зная, что ужаснее, то, что я пожертвовал столь дорогим мне, или то, что я ни секунду не сожалел об этом. Лорд Ла Фреск, главный переводчик. Какой кошмар. Так, отопрём какой-то замок, ввести пароль. Пароль-то мы и не знаем. Давайте применим диск. Добро пожаловать в Гренландию на исследовательскую станцию Мануик. Мануик почти полностью автономная станция. Она построена в 70-х годах для нужд древней касты возвышенных, благодаря их рвению, их упорству и их древним знаниям. Вам, как новому члену нашего маленького братства, предстоит узнать некоторые правила, которые в древней касте должен соблюдать каждый. Мануик представляет жилые помещения, а также столовую, гимнастический зал и медицинский отсек. Кроме того, здесь размещены современные лаборатории, химические, биологические, рабочие станции, оборудование для проведения экскавационных работ и система безопасности. Для доступа в помещение второй категории вам потребуется специальное разрешение. Помещения первой категории доступны без ограничений. В связи со спецификой деятельности базы, в случае, если вы почувствуете недомогание, не пытайтесь обращаться в медицинский отсек. Зафиксируйте себя у прочного, надежно закрепленного предмета, попытайтесь закрыть все двери и ожидайте прибытия специально подготовленной команды. В крайнем случае, всегда будьте готовы принять капсулу с цианидом, которую вы получите после этого сообщения. Древняя каста тяжело переживает утрату персонала, но иногда это необходимо ради всеобщего блага. Мы уверены, вам понравится работать с нами. Это напоминает мне цинизм своим Гладос. Сами знаете, какой игры. Но это было довольно-таки, конечно, жестоко, но смешно. Так, изменение паролей. Дверь 236-1167. По-моему, эта дверь была. 1167, хорошо. 1167. Отлично. Хорошо. Мы открыли какую-то дверь. И, в принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Продолжим исследовать этот комплекс. В следующей. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур. Мне потому что все нравится очень сильно. Это намного лучше первой части. И, я бы сказал, на уровне пока что амнезии. Что хорошо. Так что, всего хорошего. Увидимся в следующих частях. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok